Все избирательные участки, напомню, открылись рано утром в 8 часов по московскому времени. А за несколько минут до официального старта выборов в урны в присутствии наблюдателя опустили первые бюллетени с результатами досрочного голосования. Затем емкости опечатали. За процессом наблюдал наш корреспондент Олег Хатанзейский. Избирательный участок номер 48. Здесь выбирают губернатора Архангельской области и депутатов городской совет по центральному округу. Первые избиратели появились ровно в 8 утра. И это несмотря на выходной день. Избиратели на месте имеют возможность познакомиться с теми, за кого им предстоит проголосовать. Большой стенд с фотографиями и краткой биографией кандидатов установили прямо перед входом. Ну а дальше все по стандарту. Человеку вручают два бюллетеня, с ними он направляется в специальную кабинку. Там делает выбор, после чего опускает документы в урну для голосования. Конечно же, максимум усилий направлено на то, чтобы обеспечить прозрачность выборов. Поэтому на избирательных участках работают независимые наблюдатели. Что касается явки, то с каждым часом избирателей становится все больше. Мы с моим коллегой-телеоператором пока еще не проголосовали. У нас другой участок, но чуть позже обещаем это сделать. Независимые наблюдатели отслеживают чуть ли не каждый шаг избирателя. Организаторы выборов пристально следят за тем, чтобы горожанам выдали нужное количество бюллетеней. Во время регистрации для избирателей специалисты проводят краткий инструктаж. Так требуют правила. В режиме нон-стоп участок будет работать до 8 часов вечера. В 8 часов мы закроем участок и начнем подводить итоги голосования. Потом все данные увозим в окружную избирательную комиссию и в городской совет. Окончательные результаты, скорее всего, станут известны только утром. Почет голосов будет проходить всю ночь, а пока же голосование только в самом разгаре. Свой выбор уже сделали как действующие депутаты, так и те, кто только сражается за место в городском совете. Настроение всегда должно быть хорошим. Поэтому я призываю всех свой гражданский долг выполнить, прийти на выборы, показать высокую явку. Я считаю, что это будет просто правильно. Я думаю, что избирательные округа правильно оценят ситуацию, связанные с отношением с Архангельской областью. Это важные выборы. Узнать, на каком именно участке вы голосуете, очень просто. Для этого необходимо зайти на официальный сайт администрации Наринмара и найти свой адрес проживания. Напомню, выборы продлятся до 20.00. Олег Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова